Здравствуйте, дорогие мои друзья! Знаете, при царском режиме давно купцы гордились, такие зажиточные купцы, гордились, знаете, поставщик его императорского величества двора. Да, это было такое гордое, то есть купец, бизнесмен поставлял какие-то вещи, продукты для двора самого государя-императора. Это было почетно. Ну, сейчас многие тоже гордятся, что там поставляют что-то там в правительство, то есть работают с государством, то есть они серьезные бизнесмены, и поставляют что-то там, какое-то оборудование, продукты, то есть зарабатывают на этом хорошие деньги. Это да. Ну, это, к чему я это, друзья мои? Дело в том, что вы уже некоторые осознаете, что люди, ну вот люди, мы, это в чем-то, ну не будет вам обидно, животные. И не просто животные, а животные, которых жрут. Жрут. Ну, может быть не в физическом смысле, а в энергетическом. Потому что человек, человеческое существо выделяет очень много энергии, очень много эмоций. Это как своеобразная, ну такая батареечка. И эмоции эти разные. Это есть и возвышенные чувства, и очень низменные. И они, вот этот вот букет разнообразных, знаете, как бывают сыры такие, ароматные, бывают прямо такой, что, ах, нюхнешь аж это, слезы из глаз. Бывают разные. То есть продукты питания из людей делаются абсолютно разные. Конечно, в основном востребован, как говорится, ширпотреб. Так сказать, обычный такой, простой продукт. Гнев, похоть, зависть, вот это вот страдание. Вот это вот такой, ну как бы, мощный поток. Пальмовое масло такое. Но есть и любители употреблять возвышенные эмоции, вдохновение, вот такие вещи. И, естественно, знаете, очень много потребителей на человеческую энергию. То, что мы неосознанны. Знаете, вот корова, которая стоит в стойле, она тоже же не знает, вот что там ее доют, куда это молоко идет. На сыр оно идет, на кефир, на ряженку, на какие-то йогурты. Или что-то, может быть, делают даже какие-то промышленные вещи. Совершенно не осознают. Так и люди. Мы стоим, питаемся иллюзией свободы. Что мы вроде как вольные птицы. Мы можем размышлять, думать, чувствовать. На деле, друзья мои, а тем более, потребляя мясо, мы являемся вот этим в чем-то скотом. Убойным скотом. И не можем выйти из этой цепочки. Не можем. Потому что даже просто осознания нет. И обидно. Обидно это ощущать. И я слова обидные говорю. И знаю, что сейчас тут мне скажут, да ты сам. Да, сам. Да, я тоже не отделяю себя. Тоже выделяю эмоции, гнев и всякие вещи. И часто те вещи, которые я говорю, могут выделять в людях эти эмоции, которые тоже будут потреблять эти паразиты. Но этого не избежать. И дело к чему я? Больше, что имеются как бы специальные, ну, тоже плохое слово, агенты. Агенты, которые часто осознают, вот эти тонкие силы, бесовские, ангельские, какие-то других цивилизаций, они все потребляют нашу энергию. Даже многие миры потребляют нашу энергию. Как, знаете, мы воспринимаем продукты какие-то из-за рубежа очень ценно. Ну, как-то приятная этикетка какой-нибудь, я не знаю, там, пиво из Англии. Все-таки, а то и из этого, к примеру, где-то из Южной Америки уже банка такая красивая. Может быть, там непонятно что, но вам приятно думать, о, вы как бы прикасаетесь к этому. Так из многих миров потребляют нашу энергию. И существуют люди, осознанные, неосознанные, они специально провоцируют это. Снимают энергетику с людей, с семей, к примеру. Вот внедряется такой агент, может быть, даже осознанно. Ему дают какую-то энергию, говорят, ты особенный человек, ты можешь, ты можешь колдовать. Ты можешь влиять на пространство, на людей, можешь управлять ими, ты владеешь силами. И гордыня в человеке, да, у меня наследственная, я маг, я ведьма. А на самом деле вам дают чуть-чуть этой энергии вот эти паразиты. Ну, не паразиты, различные существа и сущности. А вы являетесь их поставщиком продуктов вот этого, ну, не императорского двора, а бесовского, скажем там по-простецки, бесовского двора. Поставщик бесовского двора, его там какого-нибудь темнейшего величия. И этот человек начинает вокруг себя распространять это. Обычно это горе, обиды, неприязнь, то есть он вот снимает эту энергетику. Часто даже со своей семьи, со своих близких, своим поведением, осознанно, неосознанно. Сколько вы таких людей знаете? Я знаю многих. И к чему вот это я вам рассказал? Столкнулся с такой ситуацией, непростой ситуацией, которую я до сих пор разрешить не могу. Одна женщина осознанная, достаточно талантливая. И у нее, там у них дом большой, сын живет гражданским браком с женщиной, уже давно живет. И отношения такие достаточно токсичные. Токсичные, то есть и вроде и жизни нету, то есть нету семейного развития, потому что эта женщина отмечена цивилизацией, знаете какой цивилизацией? Ну, насекомые. В нашем понятии, конечно, это разумные существа, но вот в нашем понятии они как насекомые. И энергия у них такая, своеобразная, она такого розоватого желтого спектра энергии. И эта женщина уже как бы завербована, она осознанно работает. И она, ей дали возможность, что она колдует. И она вокруг себя распространяет. И действительно она управляет. Вот она взяла этого сына, и она им управляет. Управляет и стягивает с него энергию, энергию с матери, энергию еще с кого-то. И ей кажется, что она рулит. То есть какие-то материальные блага. Его она использует только как трамплин, потому что она ждет более жирного гуся такого, чтобы распространить свой масштаб. И вот эти жуки, они дают ей эти импульсы. То есть они дают ей ощущение мощи, силы. Но это не ее мощь. Вот это вот самое главное, она не осознает. И она действительно делает различные магические вещи в доме. Там картины, которые втягивают, вытягивают. Даже у человека, входящего в этот дом, у него прямо как выдувает сразу все. То есть таких людей, друзья мои, много. И часто это просто можно разрешить. Бывает сложно, вот как в этом случае. Потому что я вот с этой, ну, с этим подключением. Потому что это достаточно далекая цивилизация. Однако она использует, использует вот эту энергию людей. Обидно быть, ну, как говорится, пищей. Мы всегда привыкли, что мы все только жрем. Жрем, как говорится, жирнеем, толстеем. Но все, мы вершина цивилизации. Оказывается, нет. Существует множество. И возможно те, те тоже, которые считают, что уж они-то точно, вот эта цивилизация. Мы тут с людей начнем эту энергию сосать, и будет все в порядке. На самом деле на каждого хищника есть другой хищник. Но нас это не касается. Как быть в этом случае? Самое главное. Мне всегда говорят, вот ты говоришь, что вот проблема есть, мы это осознаем, да. Вот там приворот, отворот. Осознаем. А ты скажи, как это решить? Вот как? С одной стороны, знаете, вот, друзья, просто. Вот просто. А с другой стороны, сложно. А просто это, когда вы чувствуете энергию. А сложно, когда вы не понимаете, о чем речь идет. Вы понимаете, что есть проблема? Но это первое. Для начала понять, в чем проблема. А потом уже начать ее чувствовать, понимать в себе. И тогда появляются механизмы, появляются люди. Когда у вас появляется намерение избавиться от этого. Вселенная начинает вам подбрасывать. Ваша душа дает понять вам, как, куда вам идти. Что чувствовать. Это, кстати, является путем развития для многих людей. Мы пытаемся развиваться. Пытаемся понимать в этом тонком мире что-то. Потому что поначалу для нас это дикость. Для всех нас. Мы кажем, да какая-то ерунда, какая-то энергия. Чего мы там разговоры ведем? Разговоры для каких-то бабуль там у подъезда. Да, кстати, бабушку подъезда уже давно что-то не стало. Всех, наверное, Путин перебил. Ну, или загнал по домам страхом. Ну, действительно, как? Работать, работать, вот, заниматься, чувствовать свою энергию. Чувствовать природу. Потому что природные силы хорошо очищают. Хорошо. Они более стихийные, более вымывают. Не какие-то там заклинания, там завывания, обряды. А именно природа. Почувствовать, раствориться. Не отделять. Самое главное, вы сами себя отделяете от природы. Сами ставите вот эти стены, рубежи. Которые, на самом деле, очень легко преодолеваются этими силами. Они запросто находят лазейку, подключаются и пьют из вас там полными стаканами. Устраивают, так сказать, трубопровод дружбы. Или там коктейль-бар наливают там любых ваших эмоций. И вам кажется, что это ваши мысли, ваши страдания, ваша депрессия. На самом деле, часто это бывает именно привнесено извне. А потом с вас снимают урожай. Поэтому очень важно уметь контролировать свою энергетику. Своё состояние понимать, чувствовать, ощущать. Не только глазами видеть, ушами, кожей, энергии своей. Сложно, кажется. Просто. На самом деле, просто. Но, с другой стороны, и сложно тем, что во многих стоят вот эти блоки в программе. У каждого человека стоят. Не суйся. Поэтому так сложно бывает часто даже просто посидеть, посозерцать, помедитировать. Потому что обязательно возникнет какое-то обстоятельство, что вас от этого будет всё время отводить. Многие, многие люди замечают это. Вас всё время отводят. У вас появляются какие-то дела неотложные. Какие-то люди вам начинают звонить. Вы только думаете, ну вот сегодня займусь. Сегодня, да, вот тот умник сказал, надо заниматься. Я займусь. Фигу вы займётесь. Обязательно там родственники, друзья какие-то эти возникнут. Что-то вы станете вдруг себя, неважно, чувства. Подумаете, ну завтра или послезавтра, или через год. Всё. Ваша работает программа. Работает программа как бы сигнализации. Стоит. Корова ушла из столика. Колокольчик зазвонил. Корова уходит. Корова уходит. И сразу там электрическим током депрессия, боль, страдания. Задействовать каких-то людей. Кажется, они не связаны, эти люди. Там, знаете, кто-то там в транспорте вам нахамит. Где-то на работе. То есть люди между собой не связаны. А на самом деле это как бы нейросеть. То есть вы даже удивляетесь. Думаете, как все с ума шли, сошли. А это силы вот эти могут подключаться к различным людям. И они даже не осознают. Через них вот эта информация, что вас заблокировать. Сложно и просто с другой стороны. А первое это осознать. Осознать, что есть проблема. Как в любом деле. Что осознать. Меня жрут. И хорошо еще, когда вы молоды. И вам кажется, да ладно. Ну и что там, чуть-чуть. У вас еще есть эти силы. А когда вы уже понимаете, что скоро вас спишут. Как говорится, как корову. Там, на убой. Все. Уже дает плохое молоко. Плохое молоко все ее. На котлеты пустить. Вот это еще страшнее становится. Что-то я грустную тему такую сегодня. Потому что да. И настроение у меня не сахар. И тема такая. Жесткая. Кто нас живет и зачем. А я с этим, знаете, каждый день встречаюсь. И самое страшное, что люди не понимают этого. Они считают, вот они эгоцентричные. Считают себя центром вселенной. Что я, как же, вот. Я же в своих страданиях там путаемся, развиваем. А сами, как говорится, вот доимся. Сами выдаем продукт на горы. А там они отчитываются. Как там собрано урожае. Там как это. Столько-то гектаров обработано. С гектара собрано там 40 тонн зерна. Ну, я, честно говоря, мне это не нравится. Я отказываюсь. Отказываюсь. Лучше плохенькое, но свое. Воля, чем вот это вот. С ошейником. Ошейники у многих есть, друзья мои. Ошейники тоже надо снимать. Ладно, пока.